Игнат Тихонович, Книрова. Добрый день, мир был. Игнат Тихонович, сейчас вот клиентка ко мне пришла и у нее эта красная веревочка на руке, я с ней, ну, общаюсь, о Христе ей рассказываю, вот, у нее родители верующие были, ну, она такая вот мерзкая просто, и я ей говорю, а что это за веревка у тебя на этом, на руке? Она говорит, да я ходила к бабушке, к одной, она там молитвы читает, там, отливает воском, ну, такая у нее иконы стоят, я говорю, да это все от беса, от лукавого, какие там отливает, какие там эти веревочки, она, да нет, я говорю, ты знаешь, вот, я с Теняева смотрел последнее видео, евреи по убиении Господа Иисуса Христа привязывали себе веревочки, вот такие красные, то есть кровь его на нас и на детях наших, то есть в это, в это, в это, в это, особо не верю этому, Бог его знает, да и какое отношение к нам это имеет, вот они там, откуда он взял, этого нигде ни в литературе, нигде нету, это уже нехорошо они делают, ничем это не доказано, нам зачем это придумывать-то, когда мы и так знаем, что это лукавые, бабки шепчут, всегда воск выливают, это указано, чем они занимаются, иконами все время обставляются. Да, она говорит, ну она же вот молится, я говорю, нет, это все от лукавого, содрали мы, короче, мне эту веревку, я говорю, 9 лет отлучения от причастия, 9 за то, что ходили вот так вот, по канонам, то есть она, да она же такая вот, а как же там, ну вот дети заикаются от испуга, от грыжи носят, я говорю, ну так не знают и носят к этим бабкам, а потом что с этими детьми случается? Ну в общем, не бывает бабок хороших никаких, то, что они там молитвки шепчут, это все от лукавого, если бы я говорю, она тебя взяла за руку, сказала, давай помолимся Господу, встанем на колени, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и начали молиться, призывать Господа, Библию бы открыли, все, пошли к батюшке, а это так, что она там шепчет, отливает, это все от лукавого. Да, 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 в общем, это бабки шептухи называются, шептухи, она шепчет, там узелки завязывает разные, вот это на руку делает, все это сорви и иди на исповедь. Ну я искал, чтобы она покаялась, потому что это очень страшно, вот это вот. Кто этим занимается, на 18 лет отлучен, кто это сам делает, ворожит, а это, который, кажется, на 5 лет. А если его просто пригласил в доме, у него был, может на 2 года отлучения быть. Вот 3 цифры тут. Ну что сделаешь, это люди не верят, что от Господа даже болезни, он посылает, чтобы мы вразумились и к Богу припали. Ну да, она говорит, да вот, эта бабулька сказала, тут на тебе там это, на тебя смотрят, сглазили тебя. Я говорю, слушай, это все такая ерунда, говорю, Господь нам всего дает исцеление, пост и молитва, больше ничего не нужно, постись и молись. Призывай имя Господа Иисуса Христа. У нас, говорю, вот наш символ победы над смертью, вот нам Господь даровал. Да. А остального ничего нету? Ну, врач, если врач, есть хороший врач, иди запишись на прием, там будет, говорит, врача не пренебрегай по надобности в нем. Серахов прямо пишет. Так врач, он, говорит, молится Богу, чтобы в его руках был успех. Вот мне делали несколько раз операцию, операции бы не было, я бы давно уже исчез. Врач. И поэтому Лукаевна Горис был врач. Златоуст, когда его сослали, он искал, говорит, в дороге еще лучшего врача. Врача, это поликлиники. Не, не где-то. Врачебное искусство, я могу вот это скинуть вам, чтобы посмотрели как. Не пренебрегай по надобности в нем. Ну, за каждым делом не иди, я вот не хожу совершенно к ним. Ну, вот, когда сказали, у меня там клещ-то оторвался где-то, что надо там поехать, там разрезать. Ну, все до одного, что езжайте, езжайте. Ну, помолились еще раз, я гляжу, все до одного проголосовали ехать. А дорога, а вот это сняли, что у меня там красные пятна, это все идет. А уже врачу показали в кровобольнице, а наш брат там работает. И третью участника проехали. Все, не надо. Надо вот сейчас там солевой раствор, ну и все. И как будто бы ничего там и нету. Так маленько вроде прощупывается, она рассосется. Я ее вот так пережимаю. Вот и все. Ну, слава богу. Да, воин Ассенецкий был. Смотри, он какой хирург был, канонизированный. И он будущий уже в каких годах, он же не отказывал людям, которым можно было помочь. Врач это хорошая специальность. Но так, как Господь повелел делать. С молитвой. И чтобы все было освященное. Вот говорят у нас каноны, что к еврею не надо ходить вроде бы на лечение. А мне операцию делал еврей. Хорошие отношения были. Он доктор медицинских наук потом стал. Зам губернатора там по каким-то областям. Так что, если болен, говорит, надейся на Бога. А другой не берет. Ну, не берет врача. Это надо благоразумно поступить. Если я ничего не предприму, у меня разорвало. Вот здесь оторвало что. Ну и все. Заражение может пойти. Как говорят, Антонов огонь называют. Надо, чтобы обеззаражено было. Я вот с ребятишками проводился 45 лет. Практически врачам никак не касались врачей. Но случалось так. Он приехал, а у него пупырями везде идет. А другого тайно подсунули, а у него щасотка. В баню увидели. Мы его тут же среди ночи домой отправили. Не, ну вот так, а бывает. Человек сам больной идет в баню, отказывается ходить. Отказываем. А где-то отдельно палатку ему поставим. Воды горячие. И все там вымоется. А если он брался там за виходки где-то, где-то мы все это в горячей воде можем прокипятить и просушить. Ну, уже мы так же за животными, за птицей применяем что-то. Главное, это молитва. Молитва и пост. Ну, еще она бабка-то вас не послушала? Она не бабка, это женщина. Она к бабке ходила. Ну, послушала, сорвала этот. Ну, она так ее вроде как подзащищать даже пыталась. Там она же говорит, иконы, молитвы. Я говорю, да она богохульница. Да. Если она этим занимается, еще имя Господа Иисуса Христа упоминает. Это же вообще просто страшно подумать, чем занимается. Ну, об этом говорили, священники выступали. Они обкладываются иконами, чтобы больше вызвать доверие. Люди там, многие считают себя верующими. Ну, и отсюда вывод делают. А там свеча горела. Ну, и что она горела? По благоразумению надо. Хотя бы там же церковная свеча горела. Я говорю, какая разница, церковная, не церковная. Если она умышленно это делает, то это, ну, вообще самое страшное, что может быть. Да. Некое ожидание огня и желание поглотить. То есть, ну, страшно впасть в руки Бога живого. Это же вообще кошмар просто, чем ты занимаешься. Надо сказать об этом ей. Одна такая бабка была. Ну, я пошел к ней поговорить-то где-то. А у меня отец Семен, это Семен, священник-то, вот лечился, и дети его лечились. Я говорю, не знаю, я пошел к священнику, говорит, она врет, ничего этого не было. Я у нее никогда не был. Они наглые такие. Так, так, мне звонят. Все, не нужен мне больше. Все, с Богом. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.